Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Последние числа сентября погода подарила нам великолепную, как говорится, температуру дневную, при которой приятно заниматься садово-городными делами, но уже серьезный заморозок у нас в Нижегородской области были. Бахчевые похватало морозцам, но, несмотря на это, мы продолжаем снимать великолепный урожай бахчевых от агрофирм партнер. Вот здесь у меня в руках остатки сладкие. Это дынки порционные. Отложим сейчас их в сторону. Хочу еще провести сбор остатков урожая других бахчевых. Это у нас кабачок замечательный и тыквы тоже порционные. Их мы выращиваем уже не первый сезон и, как всегда, великолепный урожай. Пришла в огород. Здесь у меня посадки бахчевых. Кабачок хьюга, как всегда, дает жару из сезона в сезон. У меня бессменный, скажем так, солдат на грядке, который обеспечивает беспрерывный урожай. Вот посмотрите, вот посадка у меня, точнее, корневая система, где находится. Он у меня двигался, 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 рос, рос, рос. Растали плоды моего. Снимали, снимали, снимали. И даже сейчас, после первых заморозков, есть еще молодые кабачки завязи. Так жалко, что осень уже заканчивается. А вот такие окрепшие плоды, великолепные, как раз подходят для производства кабачковой кыры. Кстати, я ее уже начала вовсю готовить. Смотрите, шкурка у них уже окрепшая. Очень большое количество мякоти в таком плоду. Очень хорошо он еще очищается. То есть, кора достаточно твердая, но в то же время легко очищается ножом. И, конечно же, вес серьезный. Можно сразу несколько банок на семью таких заготовок аппетитных сделать. Давайте заберем этих двух ребяток с грядки именно на заготовки, а молоденькие кабачочки возьмем на приготовление овощного рагу. Мы смесились немного правее на бахчу уже полноценную, где росли тыквы. Потому что вы видите, что листву позавчерашним морозом довольно сильно побило. Но чем хороши порционные тыквы, они к этому времени, как правило, к концу сентября, а я выдерживаю тыквы максимально поздно нагреть для того, чтобы они максимально набрали сахаров, чтобы у них окрепла кора. Так вот, порционные тыквы к этому времени формируют прочную кору. И им не страшны вот такие вот кратковременные заморозки, которые, как говорится, съедают всю вегетативную часть в виде листвы, а плоды остаются под этой пеленой невредимые. Сейчас я беру тыковку Каприз. У меня сейчас здесь очень много плодов. Вот буквально кучно их собираю. Раз. Одна штучка. Вторая. Отрезаю. Шуршит листва, побитые морозом. Вот так вот. И еще третью. Рядышком вот здесь у меня убежала тыква Каприз. Она крокоплетистой, поэтому все плоды расположены достаточно компактно. Стараюсь за плодоножку не брать. это позволяет избежать микротравм у основания. Если вот такие плоды после осадков есть грязники, которые убежали у меня с мульчи, их нужно обязательно зачистить, обтереть тряпочкой, дать обсохнуть и потом убирать на хранение. Здесь рядом у меня еще есть тыква Каприз и еще Морисоль. Подойду, соберу, все уложу на стол и вернемся к ним. Рассмотрим поближе. Собрала дары осенней бахчи. Здесь вот на столе. Я фотографирую партнер, конечно же, в количестве выражения. Это далеко не все. Все остальное, что мы соберем с наших урожайных грядок, мы переместим сначала на соломенную мульчу в теплице. Несколько дней там все это полежит потихонечку, проветрится. У нас подоспеет уже место для хранения. Туда мы перевезем. Кстати, бахчевые, такие как тыквы и кабачки, лучше хранить при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом помещении. А вот дыньки лучше долго не хранить, а съесть их с удовольствием. Начинаю со сладенького. Здесь у меня дыня сладкая, красавица, очень вкусная. Вот только что я ее разрезала. Посмотрите, она вся исходит соком. Коралл ее серо-зеленая, с такой вот выраженной сеточкой, а мякоть такая желтовато-зелененькая. Зелень выражена ближе к самой коре. Что хочу сказать. Вот до самого отпуска мы объедались буквально этой дыней. Она дает превосходный результат у нас уже на протяжении двух сезонов. В прошлом сезоне я ее высаживала и была очень довольна. Настоящий мед. Чем хороша эта дынька? Это гибрид. Очень непрегатливый, устойчивый к неблагоприятным условиям, к заболеваниям. Отлично вызревает в средней полосе, потому что он супер ранее. Буквально на 85-й день она дает уже урожай на плитях второго порядка. Для этого мы с вами прищипываем центральный побег после шестого листочка. И как спрут дынька у нас ползет. Дальше уже второго третьего порядка формируемые пасынки. На них формируются такие мячики дынек. Буквально где-то до полутора-двух максимум килограммов. Очень вкусная, сочная, сладкая, урожайная, продуктивная. Поэтому рекомендую вам ее к выращиванию. Кстати, если вы заглянете в каталог Аграфима Партнер, вы увидите там не только дыню сладкой красавицы, но и каприи, которая очень похожа на свою сестричку. Только мякоть у нее будет цвета манго. Оранжево-розовый. А еще порционные дыньки Амина Багир, которые мы выращивали на протяжении пяти лет, которые прошли за ручку с Аграфимом Партнер, выращивая великолепные бахчевые. Они тоже порционные, урожайные. Мы их показывали в прошлом сезоне, поэтому сейчас пользуйтесь промокодом ЖИХЛИВАП-15. Получайте скидку в 15 процентов и формируйте посадки уже следующего сезона. Беру в руки плод кабачка Хьюго. Это великолепный ранеспелый портенокарпический гибрид от Аграфима Партнер. В подношение вступает уже буквально на сороковой день с момента полных всходов. В этом сезоне весна, как говорится, нас не баловала. Но мы подстраховались и рассаду кабачков, которые посадили вовремя, рассчитывая на первый урожай, перевалили в двухлитровые горшочки и высаживали уже практически наверное около 30 дней возраст рассады. Поэтому буквально через полторы-две недели уже в открытом грунте под пленочным укрытием для подстраховки от холодных ночей мы уже собирали кабачки Хьюго в технической спелости, которые были в длину примерно около 20 сантиметров и массой до 700 граммов. Как мы им радовались, как мы их ждали, потому что этот овощ мы трепетно любим. И еще хочу сказать, вот такие уже полновесные плоды, буквально массой до трех килограммов, увесить и прям держать. Чувствуется, что возьмешь уроки, маешь и венешь. Как говорится, поговорка есть такая. С окрепшей корой с момента сбора в течение трех месяцев можно успешно хранить дома, употребляя пищу в свежем виде, в виде вкусных и полезных гарниров и, конечно же, приготовляя великолепную заготовку. Это икра кабачковая. Рецепт у каждой хозяйки свой. Единственное, что бы я хотела обратить внимание, это то, что в прошлом сезоне я попробовала приготовить икру кабачковую с традиционными ингредиентами, но морковь натирала не в терку перед обжариванием, а именно резала мелкими кусочками. Обжаривала в масле и только потом перетирала. Вы знаете, вкус отличается. Я сначала не поверила, но потом, когда приготовила, икра заиграла совершенно новыми вкусовыми красками. И сейчас это уже полностью готовые баночки. Убираем первую партию на хранение. А еще хочу сказать, что гибрид кабачков Юга это бессменный наш участник программы тестирования, выращивает аграрный партнер на протяжении всего периода нашего сотрудничества. Каждый год мы вам его показывали, поэтому я его сегодня не режу в кадре. Вы его уже видели не раз. Мякоть у него очень нежная по консистенции, когда он молоденький в технической спелости. А когда вот такой окрепший мы убираем на хранение, толщина стенки больше двух сантиметров, а это значит, что когда вы его вскроете зимой под твердой корочкой, увидите продуктивную мякоть, которая сослужит вам отличной добавкой к вашему рациону питания. Хочу теперь перейти к тыквам. Это настоящие плоды осени, дары, которые ассоциируются именно с плодородием, щедростью грядок не только, но и природы в том числе. И, конечно же, это настоящий кладезь витаминов, полезных элементов, и они очень цены в диетическом питании, как я уже сказал, в правильном питании. Честно говоря, в этом сезоне вот тыквы меня очень выручили. Дочку пришлось посадить на диету безлактозную, безглютеновую, и вот овощи собственного огорода, вырученные, очень нам помогли. Поскольку ребенок махчивый любит, тыквы и кабачки были в рационе буквально с середины лета. Всю заморозку подъели, и, как говорится, порционные тыковки пошли в рацион самым первым, потому что крупноплоды пока наливались, пока вызревали, а они уже в середине лета уже были готовы к съему. Поскольку порционные тыквы от агрофирма-партнера Марисоль и Каприз, они массой до 2 килограммов. Быстро наращивают завязи, быстро наливают плод, и, соответственно, вкусовые свойства все очень рано формируют. Вот я сейчас беру в руки плод тыквы, это у меня Каприз. Посмотрите, ярко-оранжевый такой цвет, настоящее солнце. Посмотрите, плодоножку мы сейчас с вами отделили, она буквально исходит соком. Сегодня планируют дочке сделать суп-пюре с растительным молоком. Как будут делать? Тыковку сейчас хочу вам разрезать, у нее очень твердая кора, обратите на это внимание. Ну все, наконец-то свершилось, отделяю сразу плодоножку, кстати, какая крепенькая, красивенькая. Кстати, кто занимается творчеством и готовит тыковки из других материалов, вот такую плодоножку можно подсушить и использовать уже для красивого декора. Откладываю ее в сторону, дочке вам пригодится. Посмотрите, какая солнечная мякоть, насыщенно-желто-оранжевого цвета. Кстати, семечки пузатенькие, толстенькие, вот семечка здесь на разрез попала, их я тоже тщательно выберу, слегка подсушу на сковородке, и дочка будет тоже их употреблять как ценную добавку к пище. Семена тыквы обладают выраженными антипаразитарными свойствами, поэтому не выбрасывайте их в никакой случае, а употребляйте в пищу. Что хочу сказать по поводу технических характеристик тыквы. Это раннеспелый гибрид, буквально на 95-й сотый день, она выдает вот такие порционные плоды, массой где-то полутора-двух килограммов. Она очень плотненькая, и несмотря на небольшой размер, имеет существенный вес. Толщина стеночки, посмотрите, хорошая, до 4-5 сантиметров, скажем так, по экватору, и немного сужается по плюсам. Но свойства вкусовые выше всех похвал. Вот так, знаете, дыно-ореховый привкус немножечко у мякоти присутствует. У меня дочка, когда я готовлю ее термически обрабатываю, суп-пюре, допустим, либо делаю ей на пару тыковку, она даже кусочек вот этой свежей тыквы обязательно хрумкает. А это я уже разрезаю вторую тыковку порционной от Агрофирм Партнер, тыква Марисоль. Она, в отличие от своей подружки, с корой темно-зеленого цвета, посмотрите, какая она красавица, фактурная, красивая, станет элементом декора на кухне, отлично. Так, открываю плодоножку и продолжаю разрезать. Прям буквально последние штрихи остались. Посмотрите, какая красота неземная. Мякоть у нее тоже оранжевого цвета, но с небольшим зеленым оттенком. Пухленькие семена, семенная камера помельче. И вес плодов где-то в среднем до 15 килограмм, конечно же, до полутора килограммов. И выращивая такую тыковку, вы получите вот такие порционные плоды в большом количестве. Я с одного растения собирала до 6 плодов, нанормировала плети, прищипывая их. И плети формируются до полутора метров. Компактно достаточно растения, поэтому места занимает немного. И подходит для выращивания, в том числе, на шпалере. Если вы их сможете зафиксировать, как арбузики в сеточку, такая шпалерка вдоль забора на хорошо освещенном месте, безветренном, порадует вас отличным сбором. Дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем сбор урожая с нашей щедрой бахчи, которая сформировалась с агрофирмой Партнер. Замечательный кабачок хьюга, который вам показали. Легенда уже нашей бахчи, которая идет отлично и для употребления свежего виде, и в любых овощных заготовках. Вот такие порционные тыковки морисоль и каприз с массой до полутора-двух килограммов. Дынька сладкой красавицы, которая стала украшением нашего стола буквально с середины лета. И хочу сказать, что если вы любите разнообразные бахчевые культуры, зайдите в каталог агрофирмой Партнера и выберите по душе ту или иную тыкву, кабачок, либо дыньку для условий вашего приусадебного участка. То, что у них короткие сроки созревания, неприхотливость и устойчивость к заболеваниям широкого спектра именно бахчевых культур, делает их плюсом. В непростой, скажем так, борьбе за урожай. Пусть выращивание бахчевых будет для вас легким и вот таким вот приятным, как у нас.